Всем привет! Меня зовут Ольга Кемперен из Тампы, из Финляндии. И сегодня буду рассказывать о такой вещи, как колготки. Если вы всю жизнь ходите в трениках с начосом, или в спортивном костюме, или еще что-то носите, и колготок вы не носите, ну это опять же видео не для вас. Ну, если просто хотите послушать, типа как бы инфу, тоже это все очень хорошо, потому что я много лет продавала колготки, и когда продаешь дорогие колготки, про них, конечно, нужно уметь рассказывать. И рассказывать так, что человек купит не только один раз за 20 евро колготки, а придет еще второй, третий и четвертый раз. И о колготках буду говорить, о таких, которых ношу сама. Вот они такие, называются Оре Блу. Я продается, не знаю, где продается в Россию, вы зайдите в интернет, посмотрите. Раньше они продавались в Стокмане. В Финляндии они продаются в Сокосе и в Стокмане. Но не буду врать, где еще они продаются, наверняка в маленьких магазинчиках тоже. Ну вот, если вас заинтересуют такие Оре Блю колготки, пожалуйста, я про них сейчас буду рассказывать. И перед тем, как буду рассказывать, всегда пытаюсь показать вот такую вот картинку, где, значит, будет вес и высота. И вы знаете, в этих колготках они настолько большого размера. Вот если посмотреть, сколько вешу я и какого я роста. Я метр шестьдесят восемь. И вешу почти сто килограмм. Мне надо Макси Эксела. Но вы знаете, мне хватает Эксела. Я один раз лоханулась, как говорится, по-русски и купила Макси Эксела. Они мне натянулись просто до шеи. Настолько вот эта вот попа была высокая. Это, конечно, большое счастье, потому что если ты высокий и у тебя еще большая форма сверху, и ты покупаешь маленькие колготки, их даже наверх не натянуть. Они остаются где-то после колена. Вот знаете, как аквариум. То есть прозрачное вот это и натянуть их никуда нельзя. Колготок урыблю очень много. И пятнадцать деньер, и десять деньер, и двадцать. И чулочками, и все, что хотите. Но я ношу колготки только плотные. И буду рассказывать про вот такие сатиновые колготки шестьдесят деньеров. И почему они хорошие. Ну, вы знаете, что итальянцы, они всегда делали хорошие колготки. И тут поспорили с одной приятельницей. Она говорит, ой, я вот купила. В карусели, не буду называть фирму, но они стоили где-то на евро, получается, может быть, евро три или четыре. И я когда у своей приятельницы спросила, которая продает колготки, она сказала, что да, это такая фирма есть. Они в Италии продаются обычно в дешевых супермаркетах по еврику по два. Или хуалтамо, то есть на бензоколонках. То есть, конечно, колготки всякие разные есть. И про колготки хочу сказать следующее. У них изменилась упаковка. Раньше упаковка была вот такая. Но так как я плюшка и всегда накупаю, всегда заранее, заранее, заранее. Раньше была вот такая черная упаковка. Колготки одинаковые. Теперь упаковка вот такая белая. Точно так же, как и книжечка. И если посмотрите, да, размер у меня XL. То есть не Max XL, как вот по табличке мне надо. Но вы помните, да, что я 1,68 м. И я взяла одни новые колготки и одни старые колготки. Показать только из-за того, что если вы хотите выглядеть дорого, и как бы у вас красивое новое платье не было, и вы одни в эти старые колготки, которые все в зацепках, видно вот эти, когда вы тянули, и вот эти вот ногти, и внизу они уже такие потертые шариками, какие бы красивые туфли у вас не было, Да, старые поношенные колготки могут выдать, к сожалению, вот этого дешевизма, как вы нарядились. Может быть дорогое платье, но дешевые колготки могут выдать. И когда мы одеваем колготки, всегда первый раз, когда мы их одеваем, их нужно намочить руки мокрые. То есть не так, чтобы вода капала, а мокрые. И растянуть их. То есть вы их взяли и растянули. То есть вот эта люкра начинает жить в этих колготках. И когда мы одеваем колготки, это тоже большая проблема, потому что у многих очень длинные ногти. В зацепках могут быть ногти или кольца. Конечно, кольца мы снимаем всегда. Поэтому мокрые руки помогут вам одеть колготку. И мы натягиваем ее до самого носка. Здесь в этой колготке урублю нигде нету пятки. Только в дешевых колготках теперь. Пятка. Если, конечно, там она не сделала отдельно, не отделана шваровским крусталем, так они без пятки. И когда мы посмотрим на шов, не знаю, видно, не видно, то есть шов прошит с двух сторон, и он плоский. То есть только когда вы будете одевать туфлю, вы почувствуете, или босоножек, или что вы там одеваете, всегда плоский шов. То есть он не будет перекручиваться, и он не будет вам давить на пальцы. И здесь, конечно, люкра. И когда вы будете одевать даже синтетическую юбку, или шерстяную юбку, где с полиэстером у вас подкладка, не получится. Так как иногда видно, люди приходят в театр, или куда-нибудь они снимают пальто, и юбка посреди ног, как вот она прилипает к этим ногам. Конечно, люкра, она будет отдавать обратный эффект. Такого не будет получаться. Но вы знаете, вот такая вот штука есть. Потом я, к сожалению, не имею никакой талии, ни осины никакой, и поэтому хочу показать, какая здесь широкая резинка. То есть не получится так, что вот вы сели, и вот это начинает крутиться, 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 и вы, когда встаете, колготки просто могут упасть. То есть они, конечно, сваливаются. И когда говорят, что колготки сваливаются, конечно, нижнее белье тоже очень важно. Если утягивающие трусы, трусики вы носите, там всегда тоже люкра, и люкра по люкре дает вот этот вот эффект скольжения. То есть колготки могут сваливаться. Всегда говорят, что катоновые трусера самые хорошие под колготки. Ну, если вы вот не любите такие, тогда ищите такие трусера, где немного люкры. Потом я первый раз удивилась, что когда открыла пакет, все равно, как открываете вы новый или светлый, колготки имеют очень приятный запах. Да, такого, такой классики колготки, всегда парфюме это, то есть они с добавлением парфюма. И когда вы одеваете эти колготки, конечно, чувство лукшуша такое присутствует, то есть они не пахнут чем-то другим, нехорошим из этого пакета. Здесь имеется вставка, здесь имеется вскатоновая вставка, и котоновая вставка сделана в этих колготках для того, если у вас обтягивающее трикотажное платье или такое платье, которое не позволяет нижнего белья, такие колготки можно одеть на голое тело. Ну, вот, доживя до 55 лет, ни разу я на голое тело колготки не одевала, но говорят, что вот такое тоже возможно, и даже вот в этой книжонке написано, почему вставлена эта котоновая лосница туда, что эти колготы можно одеть на голое тело. И мне нравится, что, конечно, эти колготки лучше всего стирать руками, к сожалению, руками я очень редко что-то стираю, но у меня есть такой пакетик, куда эти колготки сворачиваю, и, к сожалению, приходится мне стирать в машине, потому что мне легче купить новые колготки, чем купить новые руки, у меня от порошка ужасная аллергия, но такого делать нельзя, потому что всегда во всех этих брошюрках написано, что ручная стирка, и когда вы их вешаете, конечно, никуда не на палящее солнце и так далее, и лучше стирать. Если в Финляндии покупаете, есть специально для шелковых вещей, написано Silk, или покупаете Marcel Saipo. Marcel Saipo, к сожалению, у меня нету показать, но это белое мыло, там нарисована кошечка, это французское мыло, которое продается везде, но вот в Финляндии она тоже есть, и называется это мыло Marcel Saipo. Потом я хочу рассказать, почему эти гольфики очень тоже востребованы. Во-первых, у этих гольфиков, опять же, нет этой пятки, плоский шов, и очень хорошая широкая резинка. Я очень редко ношу гольфики, только под какие-то брюки, или что-то такое. К сожалению, с моими ногами гольфики не очень мне удобно носить, но вот если гольфики одеваете, не получится так, что вы их снимаете вечером, и у вас под коленом прям такая, как полоска от этой резинки, то, что осталось раньше. Здесь было немножко силикона добавлено, теперь они убрали, потому что на силикон многие имеют аллергию. Потом есть толстые колготки, 80 Деньер, и они все непрозрачные, то есть тут нету, даже вот если мы будем смотреть 60%, 60 Деньер всегда написано Тайш Пейто, то есть они покрывают ногу всю. И вот иногда смотрю на, даже где-то вот в театре, или бывает очень красивое платье, или какой-то костюм, но ужасно светлые колготки. Если свои ноги светлые, мы одеваем телесные колготки, даже на светлые ноги, они могут казаться слишком светлые. Если вы покупаете зимой светлые колготки, всегда смотрите, какого цвета ваши ноги, потому что вы помните, светлые всегда толстит. Еще если на фотографию вы встаете и фотографируетесь, всегда вот эта вспышка делает ваши ноги и икры еще толще и бледнее, чем они есть. И бывает, что красивое черное платье, и вот эти вот прозрачные белые ноги из-под этого платья, конечно, это не очень хорошо, и всегда надо смотреть, как они смотрятся на дневном свете, и, конечно, вечером. И если колготки очень светлые, тогда лучше покупать, типа, а-ля натурель, или песочные, то есть, хия-кассант, или покупать шампанского цвета, то есть, более такие, ближе к натуральному. И потом здесь есть леггинсы. Леггинсы, вот такая у меня, к сожалению, старая упаковка, нету показать новой упаковки, но, в принципе, они одинаковые, они 100 деньер, и они очень на высоких дам. Так как я такой карапет, метр шестьдесят восемь, мне приходится их немножко внизу, как бы так, не подвязывать, немножко загибать. Вот, потому что, к сожалению, у меня слишком короткие ноги, но вот у кого такая проблема, что длинные ноги, у рыблю, конечно, очень хорошие. И все эти, про что я говорила? А, про гольфики. Да, и гольфики, у них всегда 3D-люкра. 3D-люкра, когда я услышала, я даже не поняла, что такое, что микрокуиту и 3D. Когда делается, когда, значит, ткач, ткач, да. Ну, вот, когда ткут эту колготину, будем называть своими именами, нет у меня технического такого, чтобы вам это объяснить, но буду вот рассказывать, как для простого, простого для себя. То есть, когда ткутся колготки, и вот этот трикотаж, обычно есть вперед-назад, вперед-назад, и здесь еще 3D, то есть, они как бы растягиваются, и вот так, и вот так, и еще в эту сторону, когда вы одеваетесь, получается 3D-эффекта. Простите, если не смогла объяснить, но вот такой 3D-эффект в этом есть. И, конечно, эти колготки не бесплатные раньше, они стоили 19 с копейками, теперь они подорожали, они в Стокмане, 60 деньер стоят 21.90, очень хороший выбор в Таллине. Я рассказываю про эти колготки, только потому, что я их сама ношу, и так как у меня очень проблемная кожа, у меня я топик, очень трескаются пятки зимой, дешевые колготки, к сожалению, носить я не могу, они летят, ты можешь их одеть, одеть туфли, дойти до машины, и уже пяткой зацепилась, какая-то дырка, к сожалению, у меня и пальцы такие, мне даже такие плохие колготки и не одеть. Я очень советую, попробуйте вот эту фирму Оре Блю, я покажу еще книжечка, как она выглядит, вот так вот. С вами была Оля, из Тампера, из Финляндии, если с колготками вам эта тема не понравилась, в следующий раз расскажу что-нибудь веселенькое. Всем физкульт-привет! Субтитры сделал DimaTorzok